всем привет добро пожаловать в мою оранжерею ну вот хочу показать сегодня свои новиночки скажем новичков и о вас познакомлю посмотрите как их много и какие они все красивые вот такой вот папоротник называется птерис в природных условиях встречается в субтропических и тропических районах тасмании сша японии а также можно встретить на черноморском побережье у такого растения очень изящные листочки и достаточно нетребователем в уходе однако следует учесть что это растение нуждается в повышенной влажности воздуха вот такая красотка драцена варигатная многие виды драцен обладают высокой декоративностью и широко используются в качестве комнатных растений в природе произрастает центральной африки драцена очень выносливое и надежное растение которое к тому же хорошо очищает воздух от вредных загрязняющих веществ орхидея фалинопсис очень красивый лимонно-желтый сорт я кстати очень давно хотела себе такую орхидейку в природе орхидеи можно встретить на филиппинах в австралии и юго-восточной азии живут на стволах деревьев добывая питание из растительных остатков застрявших коре а влагу берут из воздуха но они не используют деревья в качестве опоры и не паразитируют на них корни орхидеи зеленые потому что принимают участие в фотосинтезе бугенвилия сорт варигатной оранжевый очень эффектное растение родом бугенвилия из бразилии там ее рост и цветение не прекращается ни на один день имеет большое разнообразие цветных прицветников очень красивое и эффектное растение да еще его регатными листьями в прошлом видео я кстати перепутала у меня был спатифилум домино новинка а я его фотографию вставила представила как спатифилум пикассо ну вот решила исправиться и все-таки раздобыла я спатифилум пикассо спатифилум женское счастье такое название закрепилась в быту за комнатным растением спатифилум любимым многие за его красоту среди разновидностей этого растения особенно интересен спатифилум пикассо привлекающий своей экстравагантной окраской и неприкотливый в уходе относится к семейству аруидных филадендрон кобра это некрупная достаточно лиана листья вырастают до 10 сантиметров в длину темно-зеленые с белыми мазками лиана выглядит очень эффектно и благородно относится к семейству аруидных и последняя моя новиночка это таберне монтана это цветущий вечно зеленый кустарник родом из субтропических и тропических областей африки америки и юго-восточной азии имеет красивую глянцевую листву и ароматные махровые и не махровые цветочки и цветение длится круглый год но вот такие новиночки у меня я вас познакомила поверхностно с ними и потом конечно же в моих видео я когда буду пересаживать растения по мере их роста вот просто драцену уже нужно пересаживать у нее корешочки уже вылезли я буду конечно снимать видео и буду рассказывать по уходу за этими растениями я конечно очень довольна своими новиночками вы только не подумайте что я просто скупаю все растения нет я как бы беру растения и те которые мне нравятся и конечно же растений сейчас уже становится много кто-то скажет уже некуда ставить но у меня просто в будущем планируется уже такая нормальная оранжерея где им не будет тесно они как раз сейчас подрастут наберутся сил но я конечно вам потом все подробно об этом расскажу но я думаю что в этом сезоне новиночки мои уже последние ну хотя у меня есть еще мечта приобрести филадендрон карамель марку очень нравится мне это растение но его почему-то очень мало в продаже и если имеется то очень дорого стоит так что приходится искать компромисс между красотой и ценой увидимся следующем видео